привет друзья сегодня мы поговорим о том что делать когда ребенок подросток кричит на вас ругается он выливает на вас какие-то негативные эмоции как нам реагировать на такую ситуацию давайте сначала поймем как не надо реагировать наше желание стандартное такое первичное отреагировать несколькими способами первое это приспоставить его на место ты как со мной разговариваешь ты что себе позволяешь так далее то есть наехать на него в ответ это это не правильная модель почему она не работает потому что поскольку в этот момент подросток находится в эмоциональном состоянии он не не может нас услышать он не готов нас услышать и любое наше подавление даже если мы смогли закрыть ему рот да то есть могли его остановить что мы получили он повел себя по-детски то есть он вылил нас негатив и мы ему ответили точно также мы тоже повели себя по-детски чему мы его научили что когда ты тебе что-то не нравится нужно кричать но это именно то что он делает это первый вариант второй вариант это пытается доводами как бы показать ему что он не прав то есть он там злится на нас что мы ему что-то не купили а мы ему объясняем ты понимаешь у нас вот такие-то доходности какие-то расходы и так далее то подобное он злится на нас что мы его куда-нибудь не отпустили а мы его начинаем объяснять ты ну это опасно и это не неправильно если ты будешь туда ходить то может случиться и так далее и так далее то подобное это тоже не будет работать он сейчас злится он не может слышать логические доводы это это путь в некуда это две такие самые стандартные реакции которые у родителей как правило возникают этого делать не надо что да надо сделать ответ на самом деле очень простой нужно промолчать я понимаю что это может показаться странным но это самый работающий способ когда ребенок на нас выливает свой негатив наша задача просто промолчать и никак на эту ситуацию не реагировать ну а что будет дальше спросите вы если я буду молчать он же следующий раз сидит мне на голову и так далее и тому подобное смотрите есть несколько вариантов развития событий идеальный вариант развития событий это когда вы не реагируете на выступление ребенка давайте на примере представьте что вы в очереди вас кто-то обогнал вы разозлились и вы накричали на этого человека если он вступил с вами в обратную схватку да он на вас накричал в ответ сказал вам что сами вы и так далее и тому подобное то скорее всего с какими чувствами мы остались мы остались чувством гневом с чувством раздражения а представьте себе другую ситуацию когда человек никак от нас не реагировал то есть мы на него накричали он не он ничего нам не ответил есть вероятность что потом придя домой вечером мы подумаем что может я себя не совсем красиво повел да он был не прав не вопрос но может быть мне нужна была на него кричать нужно было что-то сказать то есть у нас начинает просыпаться назовите that совесть назовите это ответственности это неважно это начинает просыпаться Если не было конфликта. Когда есть конфликт, мы занимаем сторону, одну из сторон, и у нас все нормально, такие чувства практически никогда не просыпаются. То же самое происходит с ребенком. Я понимаю, что тяжело поверить в тот момент, когда он на нас, с нами некрасиво разговаривает, он выливает на нас негатив, что он, может быть, потом подумает и передумает. Но это работает. Я тестировал это в своей семье, многие мы ученики это пробовали, это работает. То есть, случается, что потом, когда пройдет несколько часов, подросток приходит и извиняется. Или даже если не извиняется, то как бы пытается как-то эту ситуацию сгладить без того, чтобы не говорить. Естественно, это не во всех случаях будет происходить. И если этого не происходит, то есть, вы увидели, вы промолчали. Ну, действительно промолчали. Прошло 5, 6, 7, 8 часов, я не знаю, сколько нужно. Вы видите, что он успокоился, и он не пришел говорить об этом. Вы можете сами с ним об этом поговорить. Но сейчас, когда он спокойный, когда вы спокойны, и опять же, этот разговор, он не должен превращаться в скандал, он не должен превращаться в нотации. Вы просто спокойно ему говорите, смотри, ты сегодня со мной разговаривал в неуважительной манере, это неприемлемо. Я хочу, чтобы больше такого не повторялось. И все, на этом нужно остановиться. Если он начинает защищаться, объяснять, что вы сами были неправы, вы не продолжаете этот разговор. Помните, вы родитель, он ребенок. Мы не разговариваем вот так. Мы разговариваем вот так. Уважительно, но вот так. Я родитель. И это очень важный момент. То есть, когда мы пытаемся поставить его на место, мы на самом деле становимся на ту же детскую позицию. Ты дурак, нет, я дурак. Ты дурак, нет, я дурак. Понимаете? Поэтому очень важный момент. Не реагируем. В момент, когда он негативит, мы на него не реагируем. Не в смысле игнорируем, просто не отвечаем. Потом ждем какое-то время, чтобы он успокоился, чтобы мы успокоились. И если придет реакция от него самого, прекрасно. Если нет, и вам кажется, что эту ситуацию спускать нельзя, подождите какое-то время и выскажите ему спокойно, в уважительной, спокойной форме. Со мной так это не работает. Я не хочу, чтобы такое повторялось. Понятно, что этот совет вы можете использовать также в взаимоотношении с мужем и женой, с коллегами на работе, с начальником и так далее, и тому подобное. Всем удачи. Если есть вопросы, пишите. Если считаете, что было полезным, поделитесь. Пока.